Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Зачитаю вам. То есть реалии таковы, что интернет, конечно, он так удивляет и удивляет, но пока что по моим наблюдениям даже слегка, не влезай во весь этот мусор интернетный на 90 процентов. Конечно, к сожалению, нездоровой информации очень много. Даже сегодня все мозг думает в Инстаграм. Отвечал на вопрос утром, когда ехал. Вопрос в том, что моя подруга стала кришнаиткой. Я сходил на их лекции, тоже говорит, ну вот как мне быть теперь. То есть она сходила, посмотрела, да, их там мучает, все конкретно, все вот так вот расставляется, что к чему. Она стала кришнаиткой. У меня к голове все это крутится, конечно, но в большей степени, как из моего анализа, то, что, к сожалению, очень часто мы сами же мусульмане людей отталкиваем от ислама. К сожалению. Усложнениями, непонятными эксплуатацией, непонятно, нездоровой мусульманских ценностей и так далее. И там я ответил, что пока что ничего не сделать. Вот здесь интересный вопрос, то есть эксплуатация в свою выгоду ислама. Вопрос. Парень сейчас сидит в тюрьме, выходит через два месяца. Предложил девушке выйти за него замуж. Она дала свое согласие. Никях поставят, когда он выйдет. Ну, поставят обычно, знаете, в каком регионе это говорят. Никях поставят, когда он выйдет. Намерения у него серьезные. Парень говорит, что если девушка дала свое согласие, то в условиях его пребывания она стала его женой. Просит вещи, которые допустимы только между мужем и женой. Просит послушания ему во всем. Объяснил, что для заключенных есть послабление. То есть там какие угодно послабления, к сожалению, человек прямо вот периодически с этими вещами сталкиваешься о том, что, не знаю, девушка боится его слушаться, так как он утверждает, что она уже его жена. Так ли это? Что ей делать? Реальность жизни вот столь безобразная и, к сожалению, на такого рода вещах потом в итоге люди делают выводы и об исламе вообще, как и о мусульманах в частности.